Слушайте доктора. Да, вот причем мы до начала эфира говорили о том, что тему, наверное, мы взяли своевременно, но можно было это сделать раньше, с учетом того, что у нас отпускной сезон начинается даже в мае. Да, и хочется, наверное, спросить, а все-таки во время сезона отпусков заболеваемость метку, сезонный характер, с чем мы обращаются? Ну и, наверное, вопрос, который мы еще зададим. Вот Турция была закрыта каким-то образом. Вот и импортозамещение, и туризм внутри России, он в этом году привел к снижению заболеваемости. Это делимся опытом, кто бы побывал на all-inclusive, однозначно, особенно в первое время, поимел проблему с желудочно-кишечным трактом. Это на самом деле не шутка, это правда так. Да, это действительно так. И действительно в летнее время у нас появляется очень большое количество пациентов, которые приехали с отдыха, приехали из Турции, приехали, ну, в общем-то, в какой-то мере из наших южных районов, из наших южных районов. Здесь, конечно, сказывается и нерегулярное питание, которое, в общем-то, и нарушение диеты, и, конечно, вот этот стол, в котором все включено, вот, с большим количеством, в общем-то, и шашлыка, и всевозможных соусов. Вот, конечно, в общем-то, это все ведет к обострению гастроэнтерологических проблем, особенно у больных, у кого были проблемы и до того. Вот, и, конечно, в общем-то, как бы к нам больных обращается значительно больше именно с этими проблемами. Идет обострение гастритов, идет обострение язвенной болезни у таких больных. Ну, и, конечно, в плане какого-то правильного питания, прежде всего, хотелось бы сказать, что для людей вообще очень важно регулярное питание. То есть люди должны питаться обязательно регулярно. Мария Сергеевна, какие советы можно дать нашим отпускникам, вот те, кто приезжает на Ultra All Inclusive, как правильно себя вести? Да, вот в Турции уже сейчас гарантии, гарантии Эрдоган дал Владимиру Владимировичу, и регулярные рейсы открыты, и народ полетел. Полетел на тот же All Inclusive. Да, пища не совсем характерная. Они с собой берут аптечку, да, там у них набор лекарств желудочно-кишечных, как всегда, очень много, и люди думают, что этим они защищаются. Как это происходит? Мы помним прекрасно, завтраки, обеды, ужины нон-стоп, плюс перекусы, а плюс ещё куда-то сходить в этнический ресторан и ещё куда-то. Каков результат бывает? Да, и как подготовиться, защититься всё-таки от неблагоприятных последствий? В общем-то, я думаю, что как таковой защиты какой-то профилактической здесь у нас, её, в общем-то, не существует. Конечно, если у человека есть какие-то проблемы, если у него незадолго до отпуска появились боли в животе или изжога, то, конечно, нужно обратиться к врачу, ну, и провести курс лечения. Если всё было хорошо, то какой-то профилактики перед выездом в ту же Турцию, конечно, её нет, её не существует. Вот, ну, а что бы хотелось сказать в плане онклюзев? Ну, вот, конечно, я думаю, что самое основное – не нужно очень много кушать, не надо всё равно стараться. В общем-то, для нас очень важно питание понемножечку, по чуть-чуть, маленькими порциями, но почаще. Вот. Ну, что бы ещё хотелось посоветовать? В общем-то, конечно, когда люди попадают в эти южные страны, то, конечно, очень хочется поесть фруктов, овощей, которые там, в общем-то, и сезонные, которых у нас не хватает в достаточном количестве. Это, конечно, всё очень хорошо, это действительно для нас очень полезно, потому что, ну, в общем-то, я думаю, что все знают, что фрукты и овощи, они содержат большое количество витаминов, они содержат большое количество клетчатки, которые крайне полезны для работы кишечника. – Надо ли стараться попробовать все незнакомые фрукты? – Нет, конечно, нет. Однозначно нет. Я поэтому и говорю, что, в общем-то, это всё очень полезно, это очень всё здорово, очень хорошо. Но я призываю, в общем-то, тоже не переедать и фрукты в том числе. То есть, кушать их можно, но понемножку. И, конечно, стараться, ну, в общем-то, методом таких проб пробовать какие-то незнакомые фрукты. То есть, если вам стало как-то не очень комфортно после какого-то нового продукта… – Кроме всего прочего, это же аллергические реакции могут быть вызваны. Тем более, что в связи с нашей экологией, мне кажется, там, аллергия просто шагает, снижены шагами здесь, в Кирове, и реакция организма совершенно непредсказуемая, может быть, на отдыхе. Давайте попробуем, Мария Сергеевна, дать отъезжающим на отдых лёгкий такой рецепт, режим питания. Так, чтобы человек смог себя легко психологически контролировать. Тут настрой такой посыл. Потому что, когда ты приходишь на завтрак, у тебя там такой завтрак сякой, английский, континентальный, всякие разные. Там есть и мясо, там есть и овощи, есть и сыры, и что хочешь. Там, ну, как бы практически суточный рацион. Так вот, чтобы глаза не разбегались, вот как себя нужно настраивать, с чего лучше начать, чем продолжить? В общем-то, как у каждого у нас нормального человека, обычного, то, что должно быть у нас, у нас есть три основных приёма пищи – завтрак, обед и ужин. Между ними должны быть обязательно лёгонькие перекусы в виде второго завтрака, значит, полдника. Ну, и, возможно, если есть такая необходимость, если человек, в общем, хочет что-то перекусить на ночь, такой вариант тоже, в принципе, возможен. Вот. Но, в общем-то, я думаю, что с завтраком, обедом и ужином у нас как-то более или менее всё понятно. Единственное, что… Не очень понятно. Вот в Турции кашу, например, я не помню, чтобы давали. Ну, правда. Ну, я думаю, что да. Там, в Европе, как же бывает и далее, да, в Турции. Единственное, что я бы хотела сказать, что, конечно, вот ужин не надо делать каким-то очень плотным. То есть, конечно, ужин – это что-то должно быть достаточно лёгкое. Вот. Значит, ну, а перекусы уже, я думаю, что будет зависеть от того, в какое конкретно время, в общем-то, происходил завтрак. То есть, ну, второй завтрак – это ориентировочно 10-11 часов. Какой промежуток времени должен между приёмами пищи? От 2 до 4 часов. 2-4 часа? Да. 2 до 4 часов. Ну, вот такой личный, наверное, опыт и совет. Уж если вы плотно поели, то будьте добры, израсходуйте хотя бы часть этих калорий. Активно покупайте там себе экскурсии, лучше пешие, чтобы всё, что вы съели, оно как-то перерабатывалось. Мария Сергеевна, часто я разговариваю с своими друзьями, вот, и с коллегами по тренажёрному залу, они спрашивают, скажи, а вот как ты питаешься? Ну, и возникает дискуссия, когда ты можешь себе всё позволить, потому что, ну, у всех есть свои ограничения, да? Кто-то говорит, я могу съесть много, там, позволить себе утром, за день всё сгорит. Кто-то говорит, нет, а я в обед себе позволяю. Вот вопрос, когда можно себе позволить больше на завтрак, на обед или на ужин сладкого, жирного, да? И какой, вот, по вашему мнению, правильный, скажем так, по калорийности, по объёму должен быть приём пищи? Первый завтрак, надо больше снять на завтрак, на обед. Или это правда индивидуально как-то, вот, может быть? Ну, я тогда сразу же начну так, немножечко с конца, с калорийности. Калорийность, конечно, это немножечко вещь индивидуальная, и она должна быть высчитана для каждого. А как она высчитывается, интересно? Калорийность высчитывается в зависимости от веса, то есть, прежде всего, тут учитывается вес, значит, человека. Значит, и есть зависимость от физических нагрузок. Вот, таким вот образом, в общем-то, она для каждого немножечко индивидуальна. А вот ещё, знаете, как говорят, ну, посмотри, он какой худой, там, у него просто обмен веществ, там, такой. Это что имеется в виду? Действительно, у нас есть люди, у которых, в общем-то, всё, что они съели, это такая вот особенность генетического организма. Всё в току, как в току. Всё в току, действительно, такие люди у нас есть. Много таких людей? Нет, их, к сожалению, не очень много. Подавляющее большинство из нас, наоборот, склонны к ожирению, и вот это, конечно, проблема очень и очень большая. То есть я правильно понимаю, что у нас у части людей не вся пища усваивается, да, а у какой-то части людей она может в большей степени расходоваться на обогрев, да? Ну, она в большей степени, она быстрее метаболизируется у таких людей, это генетически обусловлено. У таких людей очень немного. На самом деле, таких людей очень-очень немного. Мы их считаем счастливчиками, да? Да. Они могут есть всё. Наверное, да. Ну, а что касается распределения вот суточного такого в плане питания, ну, наверное, здесь надо более верно, наверное, вот этого библейского принципа такого придерживаться, да, как написано, что «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». В общем-то, такой принцип… Как же ужин перед телевизором, расслабившись после рабочего дня? Ну, в общем-то, конечно, мы считаем, что большая часть, вот, по калориям, если большая часть калорий должна употребляться где-то в районе обеда, вот. Но если человек привык плотно завтракать, то, в общем-то, ничего сильно страшного в этом нет. То есть, конечно, обязательно максимум калорий должно употребляться в первой половине дня, поскольку во второй половине дня у нас, в общем-то, обмен веществ, он уже сам по себе замедляется, так же, как, ну, в общем-то, наши ритмы, нам уже хочется больше спать нашему обмену веществ тоже. И, конечно, после плотного, скажем, ужина или переедания на ночь гораздо большая вероятность того, что вот эти калории можно не покажать. А как же замечательная реклама, которая нам показывает, что ты переел здесь, здесь, здесь и вечером ещё курочку, значит, и, да, из жарочного шкафа достал, из семьи разделил. Там-то и стройная девушка принимает какую-нибудь таблетку и показывает, значит, как хорошо сейчас всё у неё там переварится и поможет. Вот эти препараты, которые рекламируются таким образом, они на что направлены и там чему помогают? Ну, вот вы знаете, я как хочу сказать, вообще каким-либо лекарственным препаратам, скажем, при коррекции того же ожирения, нужно прибегать только в самых крайних случаях. То есть тогда, когда человек не может действительно побороть свой аппетит, когда очень выраженное ожирение, только в этой ситуации стоит прибегать к этим препаратам, потому что препараты, они, в общем-то, имеют свои побочные эффекты, свои побочные действия и, в общем-то, они не маленькие. А какие группы препаратов существуют, которые снижают, там, скажем, метаболизм углеводов, жиров, всасывания? В общем-то, основной препарат, которым сейчас работают диетологи, вот наиболее эффективный, это препарат сибутрамин, с действующим веществом сибутрамин, но это препарат центрального действия. То есть он действует на головной мозг, он отключает центр аппетита и человеку просто не хочется кушать. Регулирует поведение. Да, единственное, что, в общем-то, этот препарат не купить в свободной продаже в аптеках, он, поскольку, в общем-то, препарат с серьёзными побочными эффектами и центрального эффекта, он продаётся только по рецепту врача. И принимать его нужно под наблюдением врача. Конечно, да, обязательно. То есть вот это вот действительно тот препарат, который эффективно работает при ожирении. Но ещё раз хочу повториться, что, в общем-то, мы эти препараты назначаем только в тех ситуациях, когда, в общем-то, человек не может справиться со своим поведением, но никак. И есть очень выраженное ожирение. То есть вот два этих фактора. А я всё-таки про свои препараты наставила, Мария Сергеевна. Такие препараты, как мизим, которые рекламируются, как препараты, помогающие облегчить переваривание, да, при переедании, да, как часто их вообще можно применять? Мизим – это ферментный препарат. В общем-то, это синтетический препарат, аналог ферментов, которые вырабатываются у нас в организме. Их существует огромное множество, этих препаратов. Помимо мизима их очень-очень много. В общем-то, применять их, конечно, можно достаточно длительно. И действительно, это препараты эффективно работающие, и они улучшают переваривание пищи. Но не нужно забывать, что, в общем-то, они, наоборот, способствуют как бы улучшенному всасыванию. То есть, конечно… Всё, что съел с помощью этих препаратов, усвоится по полной программе. Да, у нас бытовое другое мнение, что ты съел мизим, ты всё переварил, и можно снова есть. А эффект другой совершенно, да? Да. Ты переварил и усвоил. Да. И вот просто это проблема ожирения, которая встаёт у нас, вот, в общем-то, с начала века. Вот, видимо, как от правильного питания пришли к проблеме ожирения, к серьёзной теме. Да, мы говорили о том, что есть препараты центрального действия, да, которые подавляют аппетит. Но вот, насколько я знаю, есть препараты, которые ещё снижают всасывание тех же самых углеводов, да, в желудочном тракте. Ну, и есть совсем радикальный способ, это хирургическая, да, скажем так, коррекция объёма принимаемой пищи. Да, ну, это уже совершенно крайняя мера, но об этом просто стоит, скажем, сказать, что, в общем-то, и хирурги занимаются этим тоже, но здесь, наверное, это... Совершенно крайний случай. Ну, какое количество таких у нас пациентов в год, например, о котором, как это называется, перевязывают желудок? Там несколько модификаций есть, операции, они немножечко разные. Таких больных на самом деле немного. На самом деле, единицы. Единицы, то есть это уже такое вот тоже, опять же, морбидное ожирение, которое... Ну, вообще, надо сказать, что город Киров, сравнение, например, там с Торонто, в моих воспоминаниях, так мы тут все просто очень даже струйные. Я помню прекрасно, когда, вот прям ситуация, я ехала в электричке в Торонто, и проходит группа контролёров, человек семь, и они все, все еле между рядами перемещаются. Я тогда была поражена, какое количество молодых людей с ярко выраженным ожирением. И сейчас иногда смотрю эту программу, буквально недавно, о том, как переехали бейсболисты кубинские в своё время, там, когда щекула была закрыта в Америку, и их маленькие дети, приехавшие стройными, спустя там 5-7 лет, их же показывают, это такие дородные девицы. Большие, но это правда так, то есть это всё фастфуд или не обязательно? Я думаю, что да, это, конечно, во многом менталитет, вот особенность питания, которое, слава Богу, нашему населению как-то, ну, в общем-то, может быть где-то и недоступно, и, ну, в общем-то, как бы у нас немножечко другие пищевые, к счастью, привычки. То есть у нас, я думаю, что практически у всех есть огород, дача, на которой люди у нас выращивают овощи, вот, ну, кто-то и фрукты в виде, яблок, например, ягоды. То есть это всё очень-очень полезная пища, и, конечно, она, ну, в общем-то, у нашего населения составляет достаточно такую хорошую долю. Вот если говорить о здоровом питании, опять же, будет вот мнение, что здоровое питание тогда, когда ты не ешь там жиры, ограничиваешь себя в углеводах и ешь в большей степени там белок, клетчатку, опять же, и так называемые продукты с отрицательной калорийностью, вот такое понятие существует. Что это? Ну, вот, что требуется на переваривание таких продуктов больше энергии, нежели, в общем-то, чем они дают при своём усвоении. Всё-таки я, как человек, который, ну, надо признаться, соблюдает диету очень жёстко, после обеда особенно, ну, вот, я, скажем, какие-то вещи пропагандирую, но как доктор я понимаю, что не все тезисы правильные. Как, что нам скажет специалист? Как быть с жирами, углеводами, в общем-то, и с клетчаткой? Какая правильная пропорция всё-таки? В общем-то, питаться мы должны, в общем-то, в первую очередь полноценно. Нам, нашему организму, нужно абсолютно всё. И белки, и жиры, и углеводы, абсолютно всё. Конечно, основной вид обмена в нашем организме – это белковый обмен. То есть, в общем-то, ну, тут можно только напомнить слова Карла Маркса, что жизнь – это способ существования белковых к телу. Ну, и, в общем-то, белок, он должен у нас постоянно обновляться. Поэтому без поступления достаточного количества белка в организм, в общем-то, нормально существовать организм, здоровым человек просто быть не может. Когда мы говорим о белке, мы говорим о каких продуктах? Можно ли полностью отказаться от мяса без любых последствий для организма? Абсолютно нет. То есть, мы категорически стоим на том, что никакого вегетарианства быть не должно. Но, к сожалению, большому мы не всех можем, в общем-то, убедить в этом. Но уже хотя бы мы стоим на том, что маленькие дети, беременные женщины обязательно эти продукты… То есть, полноценной белковой замены не существует, если отказаться от мяса? А что страдает? Как страдает организм, если человек полностью отказывается от мяса? В общем-то, функционирование всех клеток нашего организма, оно, в общем-то, осуществляется за счёт именно белковых молекул. И если люди отказываются полностью целиком, скажем, от мяса, ну и от других белковых продуктов, потому что вегетарианство существует достаточно строгое, когда не едят вообще полностью весь животный белок, включая рыбу, творог, яйца. То есть, есть такие жёсткие формы таких диет. И не происходит вот этого обновления белковых молекул нормального, которое должно происходить. Соответственно, абсолютно страдают все органы. В первую очередь, это, конечно, мышечная система. Но имеется в виду не только скелетная мышца. Гладкая мускулатура, да? Да, гладкая мускулатура, сердечная мышца. А вот какими эти дисфункциями либо заболеваниями может проявляться, скажем, там, динамическая непроходимость кишечника, например, там, что может быть, с чем вы сталкиваетесь при такой жёстком ограничении, при жёстком вегетарианстве? Это целый каскад. Это целый каскад, в общем-то, очень тяжёлых заболеваний. Проблема сердечно-сосудистой системы. В общем-то, проблем и половой системы, в общем-то. Ну, вот сейчас с вами вегетарианцы и веганы. Я думаю, что активно бы спорили, если бы они здесь находились в нашей студии. Но в какой момент действительно нужно понять, что всё-таки, мне кажется, тоже это очень индивидуальная вещь. Для кого-то категорически абсолютно неприемлемо на первом же этапе отказываться от мяса, от животного белка. Кто-то держится достаточно долго. Ну, вот первые симптомы какие могут быть, когда всё-таки сигнал, что друг вегетарианства, возможно, не для тебя? Ну, в общем-то, я думаю, что путь вегетарианства, он вообще не для всех. Вообще просто категорически, в общем-то, мы этого не приветствуем, потому что действительно мы должны получать абсолютно всё. Мы должны получать абсолютно... Мы так устроены. Мы так устроены, да. Поэтому, ну, вообще вот самые, наверное, такие первые нехорошие симптомы, это ломкость ногтей, проблемы с волосами, то есть вот... Ну, вот когда мы говорим о том, что быть вегетарианцем – это такое отказаться от белка, я так понимаю, что не совсем правильно. Я хотел задать вопрос, а как быть с жирами? Есть насыщенная жирная кислота, наверное, всё-таки мы их получаем с мясом в большей степени, да, и не насыщенные. Это растительные жиры. А без жиров, возможно, они участвуют в обмене, скажем, не только, а мы получаем энергию от них. Но ещё и, в общем-то, они предшественники ряда гормонов, насколько я помню. Да, да. И жиры тоже нельзя исключать. Абсолютно нельзя. И исключив мясо, мы исключаем жиры животного происхождения, что тоже, наверное, неправильно. Мария Сергеевна, сало на завтрак нужно? На большой кусочек? Очень даже желательно. Очень даже желательно. Можно, по-трограмм, сало, утром замахнуть. А почему на завтрак? Ну, вот на ужин особенно хорошо. Да? Вот вы и вывезли. Проблема просто жиров, конечно, в том, что это очень высококалорийные продукты. Если брать, например, вот то, о чём начал говорить Дмитрий Александрович, о насыщенных и ненасыщенных жирных кислотах, в общем-то, те жирные кислоты, которые для нас более полезны, это ненасыщенные жирные кислоты. Пальмитиновые, стеариновые. Да. Они содержатся у нас в растительных маслах. Калорийность растительного масла самая высокая. Ни одного продукта с калорийностью выше, чем у растительного масла, просто нет. А вот, наверное, никто не задумывается об этом. Ненасыщенные – это линолевое, линоленовое. Потому что, если вы скажете, там, сливочное и растительное, то автоматом большинство, наверное, скажет, сливочное калорийнее, чем растительное. Ну, вот, насколько я помню, из курса в институте, ненасыщенные – это жидкие жиры, да. А насыщенные – это твёрдые жиры. Твёрдые жиры. А вот растительное калорийнее, чем сливочное? Да, по калорийности оно превосходит. Это самый калорийный продукт на свете, поэтому мы не говорим, что его нужно есть в больших количествах, но без него тоже нельзя. В плане растительных масел, что бы мне ещё хотелось сказать. У нас, все ведь знают, что у нас есть масла рафинированные и нерафинированные. Нерафинированные масла, это те масла, которые у нас имеют специфический вот этот вот вкус для каждого, запах, запах, да. Вот. Значит, в них, конечно, содержание вот этих вот ненасыщенных кислот, оно очень-очень высокое, оно очень большое. И в этом плане, конечно, они для нас гораздо более полезны для организма. А вот многие уже не едят ещё жир, потому что говорят, вот здесь этот продукт содержит холестерин. В растительном масле холестерина нет. Нет, но вот в твёрдых жирах, например, да, здесь холестерин. И многие, скажем так, пациенты, которые страдают там с речностью с заболеваниями, они едят, принимают препараты, да, которые контролируют уровень холестерина в крови. Но при этом, вот правильно ли я говорю, что без холестерина тоже нельзя? Нельзя. Это тоже предшественник ряда гормонов, да? Да, да, в первую очередь это гормоны надпочечников, да. Это картикулы, да. Да, это очень важная группа гормонов, это предшественник витамина D, то есть у нас в коже на свету может вырабатываться свой витамин D. И для этого нам нужен холестерин D, холестерин. Скажите, а вот есть всё-таки прямая креляция, по вашему мнению, вот уровня холестерина в крови, да, и уровня, скажем, липопротеидов низкой плотности, да, вот прямая связь с количеством-то принимаемого там твёрдых жиров? Твёрдых жиров. Я что хочу сказать, в общем-то, холестерин, вещество, которое нам, конечно, безусловно нужно, холестерин только на 20% поступает к нам из пищи, 80% холестерина синтезируется у нас в организме, синтезируется он в печени, дальше он уже используется туда, куда он должен, в общем-то, и над почечниками, ну и другими органами он используется, вот, поэтому, в общем-то… Правильно я понимаю, что переизбыток холестерина, когда он есть, это, скорее всего, не там с пищей поступившей, да, а это нарушение какой-то функционирования печени? Очень часто, да, очень часто, да, и по этой же причине мы не рекомендуем убирать из питания продукты, которые содержат холестерин вообще, потому что если убрать холестерин совсем, то печень начинает его синтезировать в огромных просто избыточных количествах. То есть это обратная реакция. А что реально снижает холестерин там, чем людям, которым надо бы снизить? У таких людей, в общем-то, диета, коррекция диеты проводится, это немножечко так и индивидуально, достаточно сложно, то есть там им, в общем-то, даётся рекомендации, потому сколько им можно употреблять этих продуктов в течение суток. Ну и однозначно, конечно, у людей с повышенным холестерином нужно начинать, конечно, с диетических рекомендаций, но при этом холестерин не убирается совсем на 100%, его не надо убирать, просто он ограничивается. Ну и в той ситуации, если всё-таки на фоне вот такого ограничения, я хочу просто подчеркнуть, что именно ограничение содержания холестерина в пище, если всё-таки печень вырабатывает холестерина очень много, тогда, конечно, если существует риск каких-то сердечно-сосудистых, заболеваний очень высоких, тогда, конечно, требуются коррекции именно статинами, вот этими препаратами, которые... Специальные препараты. Специальные препараты, которые подавляют синтез холестерина в печени. И это уже тоже врач под наблюдением со всей историей болезни. Я напоминаю, что у нас в гостях врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог Кировской областной клинической больницы Мария Сергеевна Ральникова. Я вот сразу же подумала, что, Дмитрий Александрович, надо будет нам Марию Сергеевну пригласить перед первым сентября или прямо в начале сентября, чтобы поговорить о детском питании в школах. Да, действительно, вопросов очень много. Я вот смотрю на время, и я пытаюсь задать очень много вопросов. Мы бы сказали, что нам нужны точно белки. Мы не можем обойтись без жиров. А скажите, а мы сможем думать без углеводов? Конечно, нет. Ну, когда основное время потребления углеводов, кстати? Да, и что питают углеводы? Немножечко сложный вопрос. Я просто пытаюсь подумать, как это лучше ответить, так чтобы нас поняли. Пока вы отвечаете, я пример свой тоже приведу. У меня где-то, наверное, с месяца назад такой упадок сил был. Я буквально после обеда меня накрывала какой-то такой бетонной плитой. Буквально хотелось распластаться по столу. Вот не думать не могла, не ходить, не дышать, ничего. Энергия совершенно уходила. А я к тому же еще вечером занимаюсь скандинавской ходьбой где-то. И я своей подруге все время жаловалась, что нет совсем сил никаких абсолютно. Она мне принесла рецепты спортзала, кстати говоря, от тренера своего, что надо с утра есть какой-нибудь хороший коктейль, в котором будет банан, например, какие-нибудь орехи, изюмы, еще что-то. И я такие делала шейкеры утром. Я еще туда хлопья, вот овсяные, просто там еще что-то такое. Я вам хочу сказать, что у меня правда это помогло. Вот это же углеводы в основном, да? Да, это углеводы в основном. Углеводы у нас отвечают в организме за обеспечение энергетических процессов. Вот они, это основной источник энергии. У нас существует аэробный гликолиз и анаэробный гликолиз, да? Ну, это больше в мире у спортсмена. Да. Насколько я помню, я что хотел сказать, вы знаете, я всегда пытаюсь рассказать какую-то веселую байку, и меня спрашивают, скажите, ну вот когда дискутируют, вот как могут люди, потребляющие много алкоголя, скажем, ну вот не есть? На что я парирую и говорю, вы знаете, С2H5OH, это как раз промежуточный продукт распада углеводов. И это очень калорийный продукт, поэтому все в порядке, они едят много, те, кто принимают алкоголь, на самом деле хорошо питаются. А в процессе, скажем, аэробного гликолиза, одной молекулы глюкозы, получается, поправьте меня, если я плохо помню, курс биохимии, 36 молекул АТФ, да? Да. Вот, и я помню, по-моему, третья в цикле как раз, да, после распада молекулы глюкозы, это как раз спирт, да, третья в цепочке. И как раз вот принимая, извини, вино, вечером потребляя, да, мягко перехожу к диете, потребляя вино вечером, выпивая еще что-то, мы, в общем-то, фактически отчасти, ну, питаемся, да, питаемся и принимаем избыточное иногда количество дополнительных еде углеводов. Вот, ну, хорошо ли это, и плохо. То есть лучше вино пить за обедом, а не за ужином. Поэтому, поэтому, когда люди говорят, скажите, а у нас в нормальном количестве, там, скажем, у нас присутствует алкоголь в организме, конечно, присутствует, это продукт распада глюкозы. В следующий раз, когда инспектор ГИБДД остановит, кого-нибудь и слышали, да, ну, так что же углеводы, все-таки правильно на завтрак больше их нужно употреблять? Как и все остальное, да, конечно, больше нужно на завтрак, но и, как правило, потребность в углеводах возрастает после какой-то тяжелой физической нагрузки, потому что в процессе физических нагрузок, в общем-то, мышцы тоже для обеспечения вот этой работы, она потребляет вот эту глюкозу, переводя ее в энергию, вот, и, конечно, после физической нагрузки, как правило, уровень глюкозы в крови, он действительно падает. Маленькую плитку шоколада. Дмитрий Александрович, вы шоколад после... Люблю шоколад, да. По утрам, по утрам. И в обед на работе. Вот, я не знаю, правильно это или неправильно, вот я хотел спросить, Мария Сергеевна, я в какой-то момент понял, что я ем очень много утром, наверное, больше половины суточного рациона, а в обед я стараюсь есть такие, скажем так, вещи, которые не вызывают, как у нас врачи говорят, отток крови в круг пищеварения, да, в черепный ствол, да, для того, чтобы соображать, я ем шоколадки, ем сладкое в обед, это правильно? Я думаю, что да. А ужина эти вы как, Дмитрий Александрович? А ужина очень мало. То есть вы практически один раз в день питаетесь? Ну, я ем много углеводов в обед, да, особенно на работе, это экономит и время, не надо никуда ездить, это и, в общем-то, не вызывает там избыточных, скажем, в организме каких-то энергий для переваривания пищи. В общем, мы не греки, мы не можем фиесту себе устроить после обеда, правда же? Мы должны работать дальше. Поэтому, чтобы работать, скажем так, эффективнее, приходится есть на обед шоколад. А мясо вы когда едите? На ночь. Вот все и скрылось. Как вам диета нашего доктора? Ну, поскольку мы с Дмитрием Александровичем знакомы уже не первый год. Да, вы же знаете, конечно. Я думаю, что у него проблем со здоровьем нет, и, ну, в принципе... Вот это индивидуальный режим питания, жизни, который соответствует образу жизни. Он, в общем-то, достаточно правильный, он правильный. Потому что, действительно, вот первая половина... Мясо можно вечером есть? Конечно, конечно, конечно. Самое основное, чтобы основная масса калорий была употреблена в утренние часы, ну, или в обед. У нас остается две минуты. Да, вы знаете, у каждой профессии еще есть свои какие-то правила и принципы питания, поэтому у хирургов, наверняка, у многих хирургов, у большинства, вот такой принцип питания. Нужно больше съесть с утра до начала, скажем так, трудового операционного дня. Чуть меньше в обед, и, ну, вот так. Ну, остается буквально одна минута, сейчас летний сезон, и урожай прекрасный. Да, я думаю, когда же мы это обсудим. Огурцы, кабачки, зелень. И нам советуют врачи не менее шести порций овощей и фруктов. Есть день, я всегда думала, как это так, что это шесть порций, то и какой тазик нужно съесть, маленький или большой. Да, скажите, как относится это к тому, когда ты вынужден съесть все, что выросло на грядке у тебя или у родителей? Ну, в общем-то, это опять вопрос, наверное, к началу нашей беседы о том, что переедать не стоит. Все. И здесь мы поздравляем точку. Овощи и фрукты – это вещь очень-очень полезная, действительно, для нас. И вот сейчас наше лето, когда вот так много и овощей, и зелени на наших грядках, это, ну, вот просто совершенно замечательная пора. Дмитрий Александрович, надо сказать маме спасибо, упакуй мне все с собой. Законсервируй. Я вот не могу не задать вопрос, а ваше отношение к пищевым добавкам? Ой, мне кажется, это отдельно. Вот, ну, я хочу короткий ответ. Вообще, когда меня спрашивают, а как это относится к пищевым добавкам? Я говорю, я отношусь отрицательно, потому что пищевая добавка – это зачастую не сертифицированный лекарственный препарат. Это, конечно, да, и, в общем-то, то, что у нас выросло в каких-то естественных условиях, то, что мы уже эволюционно привыкли переваривать, это всегда лучше, чем любая пищевая. Поэтому лучше с грядки тогда получили. Да, лучше с грядки. Пищевые добавки, кстати, это отдельная история, о ней стоит поговорить как-нибудь нам. Сегодня наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что в гостях программы «Слушайте доктора» был врач-диетолог, гастроэнтеролог Кировской областной клинической больницы Марии Сергеевны Ральниковой. Сразу же мы вас бронируем на сентябрь месяц про детское школьное питание. Это очень большая проблема. Осталось много вопросов. Да. Дмитрий Курдюмов. Светлана Занько. До свидания. Всего доброго. Слушайте доктора.